Всем привет! В этом видео я хочу начать для вас снимать обзор на косметику, которая у меня была с Wildberries. Это большая платформа, многие, наверное, о ней знают. И там много всего есть. Есть аксессуары, есть косметика, обувь, одежда. Я брала за год, да, уже получается год я заказываю очень много всего. Но в этом видео я вам буду рассказывать про косметику, немножко аксессуаров, немножко декоративной косметики. То, что сейчас вот очень-очень актуально и у меня в использовании в том числе находится. Если вам интересна такая тема видеоролика, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Это будет такое больше информационное видео. Я здесь подготовилась, много чего записала. Одну вещь я не нашла, то есть предполагалось, что я вам покажу 14, но сейчас будет пока что 13. Ну как есть. Зеркало вот у меня куда-то одно завалилось. Я им, если честно, вообще не пользуюсь. Ну и неудачные продукты, это Wildberries тоже бывают. Покажу вам свои покупки. Давайте сразу начнем. То, чем я пользуюсь. И я вам буду говорить, которые цены есть сейчас. Артикулы, названия и которые цены я брала. То есть это было вот март месяц, да, начиная с него. 206 рублей стоил спрей термозащитный для волос 200 мл от Комплимент Корелакс. Артикул 86, 13, 11, 3. И сейчас этот спрей подешевел. Стоит примерно 176 рублей. Спрей для волос я люблю перед тем, как воспользоваться феном, да, то есть я наношу этот спрей. Хорошо он справляется со своей задачей, защитой, да, то есть я чувствую, что он защищает. У него очень приятный аромат. Насколько я, если честно, не знаю производства Комплимент, да, то есть кто конкретно. Срок годности 36 месяцев и объем 200 мл. Нанести на чистые подсушенные волосы, распылить на расстоянии 15-20 см. Не смывать. Из плюсов, мне в принципе нравится, что не склеивает волосы, что с ним они живее, лучше. Из минусов может немножко перекрывать аромат духов, допустим, да, если вы пользуетесь. И там вы нанесли его, посушили голову и нужно, наверное, ждать где-то минут 30-40, может быть даже час, чтобы вот этот вот запах его, да, он довольно насыщенный именно запах, выветрился. То есть в принципе у вас этот волос будет пахнуть этим спреем. Кого это не смущает, то могу посоветовать. Меня это не особо смущает, то есть как бы в принципе нормально. Потом можно будет наносить через где-то полчасика-часик аромат, то есть какой-то парфюм на волосы. В общем с удовольствием пользуюсь, пробую и мне он нравится. Следующее то, что я вам покажу, это будет, стоило 156 рублей, Family Cosmetics, крем-гель для душа, цветочная феерия, объем 300 мл, артикул 1501-76671. И эти артикулы я еще продублирую в инфобоксе, пока не знаю когда, потому что сейчас вот я снимаю и быстро ухожу. Перед выходом вам снимаю, когда приду, возможно поставлю, допустим, телефон на зарядку, выложу, я вам все это покажу. Так, а по поводу этого геля. Гель этот долго у меня не был в использовании, потому что для меня, мне кажется, такой летний аромат. Очень классный, здесь заявлены ноты, да, я их могу в принципе сказать, экстракт лотоса, экстракт франжипани и кокосовая вода. Для меня это действительно цветочный, вот этот тропический аромат. Гель идет средней консистенции, вот такого вот бирюзово-голубого цвета, очень классный. И вот я им попользовалась уже два раза. Крем-гель хорошо смывается с кожей, но при этом, вот я сегодня, кстати, воспользовалась довольно давно, остается долгое время этот аромат на коже. Очень приятный, мне нравится, удобно вот открывается здесь, средняя консистенция. Мне кажется, что это хороший, приятный, для меня именно летний аромат геля. И я не знаю, пока сейчас вот видно, да, что у меня тут немножко перевернуто. Я, возможно, покажу вам свои летние фавориты ухода. Если кому-то это интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Один запрос уже от Машули точно есть. Машенька, привет тебе, Острейник. Что хочешь ты видеть, я обязательно сниму. В общем, вот этот вот гель, я думаю, что будет в моих фаворитах и любимчиках. Я им сейчас с удовольствием и большим пользуюсь. Следующее, то, что у меня было, это складное карманное зеркало, которое стоило 281 рубль. Сейчас оно подешевело 258 рублей. Артикул 14, 23, 35, 78, 5. Вот это зеркало, да, как я понимаю, оно у меня есть в использовании. Это двойное зеркало. Я выбрала такое интересное. По-моему, вроде как-то я его показывала, но решила все равно еще раз показать. Для тех, кто любит увлекаться косметикой, очень хороший вариант, что себе, что на подарок. Само оно такое светлое, сегодня мы тоже в бежевом, потому что лето и видно, да, насколько это яркий, классный аксессуар. То есть зеркало, оно с одной стороны увеличивающее, с другой обычное. Такое вот стандартное. Здесь я долго говорить не буду, мне это зеркало очень нравится, я им с удовольствием пользуюсь дома. Следующее, то, что я вам покажу, это будет бритвы, ну, актуально сейчас, особенно в летний сезон. 239 рублей стоили бритвы у меня марки Ява решила попробовать Биг. Женские бритвы одноразовые, три лезвия и в наборе две штуки. Артикул 67, 89, 73, 28. Одна у меня сейчас в использовании, довольно долго ей пользуюсь. И могу сказать, что бритва очень хорошая. Вот так приходит упаковка, то есть вот их две. Взяла я попробую две, но потом в будущем, может быть, еще возьму, там есть другие цвета. У меня это конкретно вот такие вот розовые. Так выглядит удобно, что здесь они закрываются. Тройные. И, в принципе, они хорошо справляются с задачей, то есть бреют, но при этом ими сложно порезаться. То есть они щадящие. И я могу советовать, кто любит вот такие отдельные приборы, да, то есть можно, конечно, и мужскими бритвами, девушкам, женщинам пользоваться. Но у меня всегда уже много лет, не знаю, наверное, лет 10-15. Я люблю вот отдельные бритвенные станки, отдельные, свою пену или гель для бритья. Я его, кстати, тоже вам сейчас покажу в этом видео. Поэтому могу посоветовать эти вещи незаменимы летом, потому что намного чаще пользуемся. Вот одна у меня сейчас в запасах. Ну, я думаю, что вот очень скоро, потому что я пользуюсь неодноразово такими бритвами, да, и я эту бритву скоро тоже начну использовать. Я пользуюсь до тех пор, пока она не притупится. Я ее просто мою после использования. Закрываю вот этой вот заглушкой, которая здесь есть, ставлю, и, в принципе, она не ржавеет, ничего с ней не происходит. Хорошим буду посоветовать. Себе, наверное, возьму, там, чуть-чуть, по-моему, 5, ну, чтобы другие цвета и побольше попользоваться, потому что намного больше и чаще пользуюсь. Ну, я, например, пользуюсь в среднем раз в неделю, считаю это нормальным. То есть, если каждые 3 дня это, ну, многовато, каждые 2 недели, как бы сейчас лето, это уже, ну, не совсем будет, да, хорошо. Ну, кто как пользуется. В общем, могу сказать, что мне это хватает не на один раз. То есть, с тем садком я уже пользуюсь, наверное, раз 5. И пока с ним все нормально. Так, следующее, то, что вам не буду, да, показывать вот этого зеркала, у меня его нет, к сожалению. Я вам покажу дальше уже следующее. Vitex гель для душа, инжир и сакура экзотик. 245 рублей стоил, когда я его покупала. Сейчас он чуть-чуть подорожал, 269 рублей, но, в принципе, стоит этот гель. Я пока им не пользовалась, он у меня в запасах. 515 миллилитров. Vitex, насколько я помню, это идет белорусская косметика. И артикул 12651757. Я пока не пользовалась, но взяла, потому что я очень люблю... Да, кстати, вот, ну, предыдущий гель, понятно, что бралась за запах, а это тоже мой любимый запах. Инжир. Мне не очень, конечно, нотка нравится. Она, может, для кого-то сладковата, но мне очень нравится сакура. И в этом крем-геле душа, по крайней мере, в самой упаковке, да, вот, видно, что чуть-чуть не далито, по-моему. А, кстати, по-моему, я один раз им пользовалась. Вот, да, я хотела вам сказать, я убрала в запасик, чтобы сказать. Крем-гель очень мягкий, хороший. У него приятнейший аромат, который остается на некоторое время на теле. Сакура, инжира, он очень нежный, женственный, приятный. Мне он нравится. У Avon компании есть спрей, и вот этот, вот, кстати говоря, да, вот, который, кокосовая вода, хорошо после него пользоваться кокосовой водой, спреем, есть такой в Avon. И вот это сакура, да, то есть там тоже есть такой спрей, я взяла вот эти гели для душа, Wildberries, потому что мне показалось, что они дешевле, я их не пробовала, они интереснее, но при этом они перекликаются с запахами Avon, да, вот, с этими спреями. То есть вот это интересный вариант, тоже могу его посоветовать. Кстати, спрей от Avon держится на коже довольно долго, в районе часов 3-4, что может заменить даже легкую туалетную воду. И стоят они в разы и в разы дешевле, то есть это около 140-150 рублей. Окей, так, и дальше по поводу этого гели я сказала вам. Следующий переходим, это практически у меня набор получился от марки, да, я читаю, не знаю, как правильно, Реамэй, то есть Реамэй, да, Реамэй или Римэй, можно посмотреть, да, то есть у меня получился как будто набор. И вот совсем недавно, в день рождения у меня вот он был, да, прошел, я им воспользовалась первый раз, всем набором, мне очень понравилось. И вот я решила с вами поделиться, 218 рублей стоил крем увлажняющий для тела с кокосовым маслом, артикул 1887-1977, 250 мл. Вот я начну с него, то есть это аромат всем известный кокос-ананас, также известный как пинаколада. Есть такие напитки и есть алкогольные такие напитки, есть безалкогольные, но в общем очень классный запах. И пинаколада это бодикрем, увлажняющий крем для тела. В нем идет объем 250 мл, довольно большой, потому что крем экономичный. Я уже пару раз тройку им пользовалась. Тут идет, сейчас я вам покажу, заглушка, которая вот так выглядит, да, и дальше идет там сам крем. Крем хоть увлажняющий, но вот настолько густой, то есть видно, да, что это как практически баттер. При этом он очень приятно пахнет кокосиком-ананасиком, кто любит это так же, как и я, это я считаю не только приятным, но и вкусным ароматом. Я могу посоветовать, это очень вкусный крем, я им намазала руки, ноги, то есть вообще для животных, для таких частей тела спокойно подходит. Мне очень понравилось. По консистенции он средний, то есть он не сильно жидкий, но и не сильно жирный, да, то есть такая консистенция, да, я вам могу вам показать, она очень легкая летняя. Хорошо действительно увлажняет кожу и пахнет замечательно. Мне очень понравился этот крем, я буду с удовольствием пользоваться, несмотря на то, что я уже отхожу от кремов, я уже не раз это говорила, и пользуюсь спреями, начни, да, тороплюсь немножко, заговариваюсь уж, простите меня, но все равно я с удовольствием буду использовать этот крем. И дальше, следующее я вам покажу, 180 рублей, один раз я пока воспользовалась, стоила тогда скраб, сейчас подешевел на 10 рублей, стоит 170 рублей, скраб для тела Пиннеколада, соответственно, этой же серии, 200 грамм, артикул 18, 37, 75, 57. Это сухой скраб, картинка, мне кажется, такая же перекликается, вот она сама Пиннеколада, вот она, кстати, сама у меня на наклейке на ногтях, вот, мне кажется, очень похожа картинка, видно, что я это очень люблю, и даже вот на месяц я буду наслаждаться. Скраб идет сухой, при этом, когда он соприкасается с водой, становится таким вот средненьким, и очень-очень приятно пахнет. Все, что я могу сказать о нем, да, и неплохо скрабирует кожу, потому что пока воспользовалась один раз, буду продолжать пользоваться именно летом, думаю, что раз в неделю, как раз с этим гелем, еще гель, да, я вам покажу, и с этим кремом подойдет очень хорошо. Но, есть один момент, который очень приятен для меня лично, когда вы его смываете, он становится немного маслянистым, за счет этого хорошо ухаживает за кожей, и в принципе, бы можно было не наносить крем, но я вам сказала, что крем я наношу, мне весь уход этот очень и очень понравился, но я думаю, что запах именно летний, поэтому буду пользоваться летом, а вообще, наверное, на любое время года, если вы пользуетесь скрабами и кремами, этот аромат подойдет. Ну и, как я вам уже сказала, третий продукт, это будет гель для душа, тогда он стоил 183 рубля, сейчас он стоит 187, гель для душа, увлажняющий, артикул 18, 87, 19, 78. Это, соответственно, тоже идет пинаколада, аромат кокоса и ананаса, и выглядит вот таким образом, то есть не очень удобная упаковка, но, в принципе, неплохая. Гель был полностью вот здесь вот зафольгирован, еще хотел сказать, что весь уход всегда, слава богу, да, свалберис доходил до меня хорошо, и ничего, нигде, ни с чем не случалось. Сам гель идет такого желтоватого цвета, действительно, мне кажется, со вкусом уже ананаса и кокоса, очень вкусно пахнет, именно вкусно, приятно, кто вот любит этот гель, могу посоветовать. Он густой, экономичный, его нужно немного и хорошо размыливаться. Именно этот гель оставляет после себя аромат на коже, то есть, в принципе, можно, я как еще раз говорю, что не пользоваться кремом, но я решила взять всю серию, абсолютно не пожалела. Кто любит так же, как я, кокос и ананас, могу всю серию посоветовать. И буду продолжать, естественно, пользоваться в июне, и, скорее всего, эта серия тоже у меня будет в любимчиках, в фаворитах летних месяцев, потому что мне кажется, что это именно и есть время этой серии. Дальше покажу вам парочку, так скажем, ну, одну, точнее, средство декоративное. Это сыворотка для ресниц от Эвелин, всем известная, артикул 1897-9014, я решила я ее повторить, стоила она тогда 261 рубль. Сейчас подешевела, стоит 214 рублей, я обращаю ваше внимание. И она стандартно приходит в коробочки, я уже не раз говорила, но еще раз все-таки повторю, что эта сыворотка не укрепляет, по моему мнению, никак ресницы. Но она является хорошей базой для туши. Если вы хотите ресницы сделать более удлиненными, более завитыми, более объемными, то вам нужно вот это средство. Сыворотка идет белого цвета, и она силиконовой щеточкой. Вы ее наносите на ресницы, и после этого немножко даете высохнуть время, и наносите тушь, любую. Даже самая не очень хорошая тушь будет себя хорошо вести на данной сыворотке. Всегда ее беру, могу посоветовать, и в использовании, ну, примерно она идет 3 месяца. Я повторила вот эту серию, тоже долго останавливаться я на ней не буду. Я взяла за 300 рублей. Сейчас стоит уже средство 395 рублей. Это шампунь для окрашенных волос 400 мл. Лореаль Эль Сеф, артикул 14090074. И сразу уже я, да, скажу. 316 рублей стоил, сейчас 410. Ламинирующий бальзам 400 мл, артикул 14735580. Эту серию я повторила, я ее уже брала не первый раз. Сыночка, привет тебе, спасибо за наводку на эту серию. Я сначала использовала 250 мл. Мне очень-очень понравилось. Шампунь хорошо промывает голову, приятно пахнет. Идет хорошая, такой, средней консистенции. Хорошо вымывается с волос. И у меня был такой 250 мл. Я вот уже взяла 400 и с удовольствием пользуюсь после того, тем более, как я сейчас окрасила волосы. И бальзам. Бальзам идет более плотный, густой, похуже смывается с волос. Но все-таки он довольно достойный. Потому что у него волосы мягкие. Объемные, кстати, вот сегодня я вымывала голову этой серии, видно. И немножко, что мне нравится, смягчаются кончики волос. То есть еще эта серия и ухаживает хорошо. Но есть один момент. Этот аромат этой серии остается на волосах. То есть его будет сложно перебить каким-то парфюмом или туалетной водой. Это нужно учитывать. Остается он больше, чем на сутки. То есть если вам не нравится этот аромат, то можете не пользоваться. Взять какую-то другую серию, менее ароматную. Если нравится, а мне он очень понравился, он очень приятный, то можете воспользоваться. И это для окрашенных или медлированных волос с ароматом красного пиона. То есть это цветочный аромат. Мне он очень нравится. С удовольствием пользуюсь. И бальзам идет в среднем, ближе к густому, такого белого цвета. То есть в принципе хорошая серия, приятная. Я могу ее посоветовать. И сама буду продолжать с удовольствием ей пользоваться. Следующее, то что вам покажу, буквально вот парочка продуктов у меня осталась. Это арка. Крем для бритья очень актуально сейчас. 307 рублей стоил тогда. И 304 рублей стоит сейчас. Это для женского бритья. То есть именно женский. Манго и мандарин. По-моему, у меня не было такого запаха. Очень много ароматов. Я вот выбрала этот. 200 миллилитров. Артикул 28, 36, 49, 41. И цена не сильно поменялась. 304 рубля. То есть советую взять попробовать. Я посмотрела, что такие вот в улыбке радуги средства уже стоят около 400 рублей. Вот так выглядит. То есть это софт, тач, бай, арка. И вот манго и мандарин. Очень приятный. Опять же вкусный, не побоюсь слова. У меня почти все здесь вкусненькое получилось. Аромат. Ну и кто любит уход, тот меня поймет. Мне кажется, больше пахнет мандарином. То есть за счет этого такая цитрусовая свежесть. Ну и фруктовость. Вот эта фруктовая нотка манго тоже есть. Он больше уходит во фруктовость и свежесть. Очень приятный аромат. Хорошее средство этот гель. Он немножко превращается в пену. Но в принципе все видно, как вы беретесь и пользуетесь. То, ну в общем, очень приятный. Использование этих средств экономичных. Я их трачу полностью и могу посоветовать. Ну и последнее, что я покажу в этом видеоролике. Но это будет не все. Подписывайтесь на канал. Выставляйте колокольчик. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Не пропускайте мои новые видео. Потому что там я еще буду показывать. И не мало того, что у меня есть свайлдберрис. Потому что это еще у меня будет жидкое мыло. Это будут еще другие продукты, которыми я пользуюсь. То есть в принципе что-то еще новое я буду брать. Поэтому я обязательно сниму еще один видеоролик. В любом случае. Может быть даже несколько. Потому что я все обещаю снять одежду. Но пока вот не получается. Я обязательно этим займусь. Последнее, что я вам покажу сегодня. Это 223 рубля стоила тушь. Она очень известная. Многие блогеры и про нее рассказывали. И хвалили. Сейчас она подорожала. Стоит 294 рубля. Тушь люкс визаж. Эластика. Удлиняющая и объемная. Артикул 1478 40 133. Эта тушь меня заинтересовала сразу. И она у меня сегодня находится, если что, на ресницах. Я вижу от нее хороший эффект. То есть тушь у меня здесь примерно в два слоя. Она и в один слой ложится хорошо. Но она у меня сегодня на сыворотку от Эвелина. Сыворотку я вам уже показывала. Туши. У моих у всех туши. Силиконовые щеточки. Я не люблю обычные варсинистые. Вот такой вот красивый цвет. Металлик, да? Голубой или бирюзовый. Или кто как его называет. В общем, такой вот классный цвет. И сама щеточка вот такая вот редкая. В виде елочки. И она очень-очень классно прокрашивает ресницы. Да? Давайте немножечко. Сейчас вам даже покажу чуть-чуть. Вот. То есть видите, я вот эти ресницы сюда направляю. И в принципе вот даже вот так вот без зеркала быстро можно. И накрасить. Но зеркалом, конечно, еще лучше. Зеркало у меня то. Но вообще дома большое от Фоберлик. В общем, в целом тушь очень приятная, хорошая. Она не оставляет следов, не пачкает, не осыпается. В отличие от туши, которую я брала в магазине. Кстати, я вам указывала в Project Pen. Там у меня тушь от Эвелин. Та немножко осыпается. Эта тушь не осыпается. Приятная, хорошая. Она не вызывает аллергии, раздражения. Она должна была смываться чулочками водой. Это, если честно, я не проверяла этот эффект. Я ее просто смываю обычной мицеллярной водой. Мицеллярка обычная. Ее смывает хорошо. Тем более, например, маслянистое средство. Вы тоже сможете смыть макияж. Потому что у меня, например, сегодня я буду, скорее всего, маслянистое смывать. У меня есть жидкие тени. Макияж у меня многие, кстати, этот хвалят. Хороший получается. То есть, это коричневая основа. И такие сиренево-коричневатые тени. Это, кстати, от тоже белорусской косметики. Тени у меня вот такие вот. Кстати, сегодня. Вот этот вот оттеночек. Если что, это 10-й люкс визаж Metal Hype. Он у меня скоро будет уже в пустых баночках. Он у меня участвует в проекте. Вот он у меня сегодня несен на подвижное веко. Это все, что я хотела вам показать и рассказать. Всем желаю самое главное здоровья. Хорошего продолжения лета. Удачи. Счастья. Покупок. Чтобы вас радовали. Если что-то у вас было интересненькое. Или вы можете посоветовать с вами обережь. Напишите. Я почитаю. Может быть, что-то возьму. Присылайте артикулы, ссылочки. Мне тоже будет это интересно. Я сейчас, потому что увлеклась этой темой. Больше, чем каталогами. Всем желаю удачи. И всем до новых встреч.